Тема сегодняшнего занятия – обмен липидов. К каким заболеваниям могут привести нарушения липидного обмена? Прежде всего это ожирение, желчнокаменная болезнь, кетонемия, сахарный диабет, гепатит, нефроз и т.д. 70% жирной кислоты инфицированы в организме. Все свободные жирные кислоты находятся в основном в плазме и крови. Они транспортируются альбумином. А в клетках жирные кислоты в виде эфира со спиртами. Галогеновое число определяет число двойных связей в жирной кислоте. У человека возможен синтез только пальмитаолеиновый и алииновый кислоты. Это мононенасыщенные. Полиненасыщенные жирные кислоты, линолевая, линоленовая, арахитоновая и т.д. Липиды экстрагируются из ткани органическими растворителями. Разделяются и идентифицируются хроматографически. Спектрофотометрические жирные кислоты не определяются. Т.е. там нет сопряжеленных двойных связей. Внешний обмен липидов происходит таким образом, что потребность в жирах 800 грамм в сутки. Потребность может возрастать при необходимости перехода энергетического обмена с преимущественно углеводно-липидного на липидно-углеводный. Очень важны поступления в организм полиненасыщенных жирных незаменимых кислот. Условием гидролиза жиров в желудочно-кишечном тракте является эмулькирование. Это делает доступными для действия липаз, растворенных в водной среде. Естественной эмульсией является только молоко. Особенность пищеварения у детей – это наличие липазной активности в желудке. Основные эмулькаторы жиров в желудочно-кишечном тракте – это желчные кислоты, производные холестерола, но также фосфолипиды и жирные кислоты. Они служат поверхностно-активными веществами и являются эмулькаторами. Желчные кислоты образуются в гепатоцитах после окисления боковой цепи и действия холестерола гидроксилазы. Далее холановые кислоты коннектируются с остатками глицина или таурина и образуются в соли калия или натрия. До 80% холестерола превращаются в холевые кислоты и сбрасываются в желчные капилляры. Желчные кислоты и фосфолипиды поддерживают холестерин в желче в растворимом состоянии, предотвращая тем самым образование камней в желчном пузыре. Мелкие эмулькированные капли жира проникают через кишечную стенку без предварительного гидролиза. Глицерин и короткие жирные кислоты дефундируют самостоятельно. Фосфолипиды образуются на основе фосфатизной кислоты, а также участвуют в активной форме холина, хирина, этаноламина. Внутриклеточный липолис, здесь адипоциты или клетки жировой ткани, которые находятся под кожным жиром. В сальниках брюшной полости процесс мобилизации жира активизируются в основном при физической нагрузке, голодании. Липолис адипоцита активизируется глюкогоном, а при физической нагрузке липолис активизируется адреналином. Эти два гормона связываются со своими рецепторами на поверхности клеточной мембраны. Метаболизм холестерола, здесь 10% холестерола находятся в виде эфиров с жирными кислотами. Этирификация происходит в гипотокцитах. Экзогенный холестерол не подвергается изменению в кишечнике, всасывается в составе мицелл, а выводится холестерол из организма в составе желчи.